Юлия гражданка России. Она приехала в Кыргызстан после вторжения России в Украину. Родину она покидала в спешке. Сейчас она проживает в одной из гостиниц в Аше. Нам стало страшно даже за свою безопасность, потому что к нашим друзьям начали приходить с обысками по утрам в 6 утра, ломиться в дверь, перерывать все вещи, задерживать. Это безумно страшно. И так как у меня есть маленький ребенок, я не могу себе позволить подвергнуть ее этой опасности. Сейчас вот такое движение, да, люди разъезжаются по тем странам, где им кажется, они смогут на какое-то время почувствовать себя безопасно и решить дальше, что делать. Те, кто сейчас приезжают первые дни, они просто выдыхают и хотят почувствовать себя спокойно, что вот в этот дом никто не придет. Вот это вот задача номер один, потому что люди вот просто в панике. Но даже забыли некоторые вещи, потому что очень торопились. И уже когда приехали в ВОЖ, например, покупали зубные щетки, мыло и пасту и какие-то предметы первой необходимости, потому что очень сильно торопились. Юлия рассказывает, что в России многие обеспокоены происходящими в Украине событиями и опасаются за свою безопасность. В ВОЖская гостиница, где она проживает, поселились и другие россияне. Однако они пока отказываются давать интервью и соображения безопасности. По словам Юлии, большинство приезжающих в ВОЖ россиян выступают против войны в Украине. Один из них Яков. Он участвовал в антивоенных митингах в России. Он отмечает, что ситуация в России меняется стремительно и принимаются законы, ограничивающие свободу граждан. Очень многих людей арестовывали, в том числе вот мы тоже попали 27 числа в отделение, были с друзьями. В принципе, это было не страшно. Суд тоже как бы вынес довольно щадящую по нынешним меркам меру, там штраф. Но чем дальше, тем жестче становятся меры, принимаются новые законы. Сейчас, выходя на митинг, чисто теоретически можно получить срок вплоть до 15 лет. Да, это уже, ну, это там не штраф в 10 тысяч рублей. Это действительно проблематично. И Юлия, и Яков пока не знают, куда они поедут дальше и поедут ли вообще. Но они надеются, что война в Украине скоро закончится, а ситуация в России улучшится. И они смогут вернуться на родину.